Малыши мастерят поделки из бумаги, ребята постарше читают произведения любимых поэтов. Попробовать себя в новой роли можно было во время Библионочи. Буквально за час гости могли стать художниками, музыкантами и следопытами. Подготовили здесь специальную выставку «Бюро находок». Читатели могут найти давно потерянную фотографию или письмо. Если в прошлом году тема была определенно заявлена, это будет кино, и мы уже знали, в каком ключе нам двигаться, то вот в этот раз мы говорим, что здесь у нас такие разные совершенно площадки. Библиотеки работали до полуночи. Несмотря на поздний час, здесь были и совсем маленькие посетители. Для них особая театральная программа. Так хорошо получается. Хорошо. Теперь посадим свою сметану. Без подарков не обошлось. Приятный сувенир каждому посетителю приготовили сотрудники Центральной городской библиотеки. Месяц назад наши библиотекари нашли семена, цветочков, посадили в обыкновенные одноразовые стаканчики с помощью добра, тепла и солнца. И из каждого семечка превратилось вот такой цветок. Мы сегодня в рамках Года экологии дарим каждому участнику Библионочи такой стаканчик в надежде на то, что каждый перенесет его домой и посадит у себя во дворе. В этом году Библионочь посвящена Году экологии 300-летию Астраханской губернии. Городская администрация организовала программу с учетом всех возрастов. Только лишь в Центральной городской библиотеке одновременно работали 10 площадок. Всего во Всероссийской акции приняли участие около 200 библиотек. Акция объединила почти 4000 читателей в городе Астрахани. Альтана Урумбаева, Виктория Фортуна, Роберт Переверзиев, Центр новостей.